Светлые гости на Светлом Радио Таня, какие у вас вообще впечатления от происшедшего? От вашей победы, вашей эмоции, впечатления? Впечатления. Я хочу сказать, что для меня это было неожиданностью, потому что я ехала, были уже последние дни этого конкурса. Я думала, что уже именно конкурс закончился. И уже подведение каких-то итогов, идет подготовка финалистов к финальному галоконцерту. Но когда я приехала, получилось так, что со мной в один день приехала группа из Белоруссии. И конкурсные соревнования были назначены также на этот день. Поэтому я попала на конкурс. И, как оказалось позже, стала победительницей в поп-номинации. То есть для вас это была абсолютная неожиданность? Вы ехали просто посмотреть, побыть с людьми? Нет, я ехала показать свое творчество, что у меня уже было сделано. Какие у меня к этому моменту были песни. И просто хотела услышать впечатления людей, которые являются профессионалами. Потому что там и с начала этих Белых ночей были мои братья с моей церкви, лидер прославления. И он звонил отсюда, говорил, что «Таня, приезжай, потому что у тебя есть что показать». Здесь есть в жюри профессионалы. И пока я решалась, ехать или не ехать, потому что я не была к этому готова. Насколько мне было известно, эти соревнования уже закончились. Но я все равно решила поехать, потому что мой пастор помог деньгами на эту поездку. И я ехала только поделиться тем, что у меня есть, и услышать их пожелания и коррекцию, если нужно. Но получилось так, что я попала на конкурс. Даже выше ожиданий, несмотря на то, что... Да, вполне, абсолютно. ...имела намерение. Таня, расскажите, пожалуйста, о себе, чтобы мы могли с вами заочно и очно познакомиться. Откуда вы? Далека ли была дорога в Крым? Откуда вы родом? Где ваша церковь? И те братья, о которых вы только что рассказывали? Я из местечка Красный... Я из города Красный Луч. У меня, возможно, есть акцент, потому что я с Восточной Украины, Луганская область. Моя церковь имеет название Слово Жизни. Пастор Игорь Товчига. Я именно оттуда, и уже с 13 лет я верующая. Приняла Господа в свое сердце. А петь вы начали раньше или позже уже в церкви? Именно в церкви. Именно когда я попала в группу прославления, потому что лидер прославления слышала, что у меня есть слух. Я могла подстраивать какие-то партии, вторым голосом петь, просто сидя во время прославления или стоя в церкви. Меня пригласили на репетиции в группу прославления. Услышали, что я могу, и именно тогда я стала петь больше, больше. А так я скрипачка. Я скрипачка. А, так вы скрипачка? Да. Светлые гости на светлом радио. Такой стереотип, что если человек поет в церкви на прославлении, то, как правило, это больше храмовое пение. Много людей на сцене, люди в зале. Но победить на конкурсе в поп-номинации — это нужно петь соло, ярко и вообще выделяться. Говорят, что в церкви нежелательно сильно выделяться, потому что всё-таки это не концерт, а поклонение, и всё должно быть более сглажено, как-то по-храмовому. Я пытаюсь не выделяться, и об этом могут свидетельствовать мои братья и сёстры. Как вам удаётся так перестраиваться? Это же кардинально разные направления. Я именно подстраиваюсь. Для себя я могу петь с какими-то вариациями, но в церкви, чтобы не отвлекать внимание других людей, я подстраиваюсь к другим и вторым голосом пою какую-то партию. Но стараюсь, чтобы люди не сбивались, чтобы внимание было не на мне. Светлые гости на светлом радио. Светлые гости на с États-Монте, не лечитьInstан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 второй год занимаемся, и я его взяла только лишь по одной причине, что мне интересно, действительно интересно, ну, как бы, вкладывая в него, что получится дальше. И я могу точно вам сказать, что вот уже на втором году обучения, у нас вот был академ-концерт, вот буквально неделю назад, и уже другие педагоги увидели огромные, ну, как бы, сдвиги, и, допустим, те же преподаватели сальведжио, ну, которые могут его слышать, ну, каждую неделю на своих уроках, они были очень удивлены, как каким он теперь, как бы, ну, насколько он раскрылся, насколько он развился за этот год. И мы, конечно же, из короговорки, естественно, там проговариваем, и родители такие рады, что, ой, мы экономим на логопедии еще. Поэтому я, как бы, я стараюсь максимально каждому ребенку вкладывать то, что я могу, а это уже их дело, как бы, насколько кто это будет использовать. Светлые гости на Светлом радио. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Должны нести Евангелие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok